Всемирный банк Коррупция, невнятное налоговое законодательство, бюрократические препоны не способствуют улучшению бизнес-климата и притоку инвестиций. В эфире программа «Диалог». Здравствуйте! Но вот в последнем рейтинге Россия за год поднялась со 112 на 92 строчку рейтинга, отвоила сразу 20 позиций. Представители Всемирного банка отметили, что из 10 критериев, по которым они оценивают страны, Россия улучшила показатели в 5. Одна из точек взлета – подключение к электросетям. Теперь провести во вновь образованное предприятие электричество можно значительно быстрее и дешевле. Всемирный банк отметил прогресс России и по таким показателям, как регистрация бизнеса и права собственности, налоговое администрирование. Но по времени получения разрешения на строительство, доступности кредитов, соблюдению контрактов, законодательства в сфере банкротства, положение пока не улучшилось. Что мешает дальнейшему улучшению бизнес-климата в нашей стране? Олимпиада в Сочи как бизнес-проект. Что нас ждет? Прибыль или убытки? Возможно ли развитие экономики без реформирования общественных институтов? Об этом мы говорим с депутатом Государственной Думы Сергеем Петровым. Сергей Анатольевич, по рейтингам Всемирного банка, по системе легкости ведения бизнеса в стране, Россия поднялась со 112 на 92 место. То есть 20 позиций она отвоевала. Это как-то отразится на состоянии нашей экономики? Безусловно, это показатель, включая консолидированные данные по простоте, открытие компании, введение бизнеса, подключение к энергосетям, получение разрешений. Здесь по опросам большинства участников рынка есть определенный прогресс. Надо, правда, сказать, что наиболее легкие фракции этого процесса всегда легко поменять. Например, у вас были какие-нибудь странные правила, и нужно всем пройти вокруг город администрации 10 раз, прежде чем зайти в нее. Но вот это убрали. Вот это хорошо. Вот более сложные фракции убрать тяжелее. С ними как раз проблема серьезная. Здесь надо вмешиваться в институты, в умение защищать бизнес как таковой. Очень большой вопрос к защите прав инвесторов. Это касается не только крупных, но и мелких инвесторов. Собственно, если крупные инвесторы не могут защитить себя сами, крупные собственники, то о мелких и говорить не приходится. Следовательно, нужно заимствовать зарубежный опыт, который позволяет эффективно защищать права собственников и инвесторов. Рейтинги дают информацию к размышлению. Ну и в то же время, если они составлены грамотно, они показывают, в каком направлении нужно двигаться. И то, что мы поднялись на 20 позиций за один год, это очень хорошо. Это здорово просто. И, следовательно, есть шансы для того, чтобы еще больше улучшить показатели делового климата в Российской Федерации. Но в то же время я отмечала, что уже есть очень сложные позиции, по которым предстоит колоссальная работа. Еще в мае прошлого года президент страны Владимир Путин поставил задачу. Вот в этом рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса подняться на 20 место. Это от 112 на 20 место к 2018 году. То есть вообще вот это реально сделать такой прыжок. Я начну с цитаты из Библии. Не всякий говорящий в недец царствия небесное. Это, на мой взгляд, абсолютно нереально. С учетом тех реалий, как мы видим, и даже не отношение самого Путина, а отношение людей к бизнесу, это нереально. Вот у нас обычные такие споры или дебаты в Думе по поводу бизнеса. Присутствует там статус-секретарь от силовиков МВД, который предлагает какие-то сложные для бизнеса законы или поправки. Естественно, мы возражаем таким аргументом. Ну, бизнес и так уходит у нас, закрывается, убегает. Ну и пусть убегает. Как же? Как же мы будем без бизнеса? Ну вот останемся одни с рабочим классом. Будем вот продолжать вот так вот жить. То есть вы понимаете, как у них отделяется в головах бизнес от рабочего класса. Это, к сожалению, я слышал в Оренбурге на каком-то там года два-три назад у нас там была сессия. Я слышу преподаватели, деканы там в кафедре выступают. Это тоже. Визос это такой канал по перекачке бюджетных денег в частные карманы. Это общее заблуждение. Общее отношение к бизнесу очень-очень сложное. И ожидать, что сейчас мы поднимемся на 20-е, а что будут делать другие страны? Они в этот момент будут спать, что ли? Ведь это не только мы должны улучшить. Все борются за инвестора. Все борются сегодня за улучшение бизнес-климата. Никаких шансов я пока не вижу. Сегодняшняя динамика и сегодняшние темпы улучшения условий для ведения бизнеса не позволяют говорить о том, что через буквально 4 года мы займем 20-е место. Соответственно, то, что было сделано за предыдущие годы, нужно просто делать в два раза быстрее и в два раза больше. Как оценивают кризисную ситуацию в стране простые граждане? Как правило, реакция обывателя на проблемы в экономике запаздывает. Сначала бьют тревогу экономисты, затем политики. И только потом следует реакция простых людей. Так, в 2008 году менять модель поведения они начали только в ноябре, когда начались массовые увольнения. И сейчас по России 63% опрошенных сбережения не имеют и живут от получки до зарплаты. С нашим темпом жизни в основном от зарплаты до зарплаты. Семья есть, она все равно требует ухода и вложения. Ну, откладывать редко получается. В основном, конечно, от зарплаты до зарплаты. Но все-таки кое-что получается. От пенсии до пенсии. Откладывать сейчас не получается от зарплаты до зарплаты. Поэтому и пожертвовать не получается. Вот в чем дело. Откладываю на черный день. У меня от зарплаты до зарплаты получается. Откладывать не получается? Нет, не получается. А что же? Жизнь дорогая, поэтому продукты все получают сами-сами. Откладываю. Хотя и на пенсионах откладываю. На черный день? Да, конечно. Не откладываю, это точно. Живем от получки до получки. А почему? А почему? Ну, не получается, потому что... Наши граждане поменяли модель потребительского поведения. Если раньше она была накопительная, то сейчас она стала исключительно потребительская. Потребляя, потребляя, потребляя. Вот жизнь займы, она стала нормальным условием приобретения новых товаров. И, как известно, банки очень активно настаивают на этом. Жить сейчас – это тот лозунг, или живи сейчас – тот лозунг, с которым банки идут в массы. И надо сказать, что массы подаются на эту уловку и не всегда рассчитывают возможность возврата этих средств. Решить эту проблему способна только планомерная, долгосрочная программа по обучению финансовой грамотности населения. Это дело ни одного дня, и, к сожалению, ни двух. Поэтому, условно, к тому же 2018 году вряд ли кардинально позиция населения здесь изменится. Но учить его нужно. Председатель нашего правительства Дмитрий Медведев тоже говорит о том, что у нас тут улучшается ситуация с бизнесом. В частности, совсем недавно он сказал о том, что все говорили, что российский автопром ждет апокалипсис, а этого не случилось. Более того, мы сейчас уверенно стоим на ноги, и перспективы нашего автопрома очень хорошие. А как вы считаете? Что такое российский автопром, надо бы спросить премьер-министра. Потому что, на сегодня вы видите, в основном увеличивают объемы продаж те сборочные предприятия, которых мы действительно, посредством довольно-таки грамотной политики льгот, заставляем все больше увеличивать локализацию. То есть, производить все больше запчастей, деталей здесь, в России. И это происходит. Каждый год довольно интенсивно растет этот рынок. Но, собственно, российский автопром уже просто не существует. С середины этого года последний российский актив, АвтоВАЗ, переходит под контроль французского концерна Рено-Ниссан. На этом история российского автопрома заканчивается. Я думаю, что это дань в этой фразе премьер-министра, дань такому нашему патриотизму, который уже уходит, но еще уйдет он только с поколением. Вот нам надо иметь свой автопром со своими доморощенными руководителями, с плохими менеджерами, которым нужно, чтобы люди, покупающие машины, доплачивали за их малую компетенцию и плохую образованность какие-то деньги за счет потребителя. Но вот многие ведь рассуждают так, что, понимая под отечественным автопромом, то, что на нашей территории находятся эти предприятия. Здесь работают наши рабочие, то есть это рабочие места. Здесь платятся налоги. Вот это и есть наш автопром. Именно так понимают. Да, есть такое понимание. Должен вам сказать, что в век такой постиндустриальной экономики очень сильно смещается все, что производится на автопроме, к департаментам, так называемым RID. Research and Development. То есть там, где происходит постоянное улучшение всех компонентов того, что производят на какой-либо площадке. Если сегодня айфоны производят в Китае, то всего 25% стоимости остается китайцам, а 75% остается в Калифорнии. Тем, кто разрабатывает, придумывает и постоянно улучшает и обновляет весь этот продукт. Так и с автопромом. Вот можно произвести сегодня машину, которую мы возьмем и купим лицензию у самого лучшего там концерна. Но через год, через два мы уже не в рынке, а произвести новое мы не способны. Потому что нет вот этой всей поддержки. Поэтому для какого-то самоуспокоения это хорошо. Для реальности, а реальность очень важна для нас. Все наши действия по улучшению индустриального климата, экономического климата будут неверными, если мы будем неправильно определять свое местоположение. Но я не думаю, что то, где формируется основная добавочная стоимость, то, где принимаются инженерные решения, то, где формируются технологические какие-то решения, можно назвать, отнести к достижениям российского автопрома. Все это не наше, все это западное. И, знаете, не испытываю большого сожаления о том, что на российских производственных площадках производятся западные автомобили. Опыт эксплуатации, не только мой личный, но и миллионов автовладельцев по всей стране доказал, что все-таки иностранные автомобили на сегодняшний день лучше, чем российские. Давайте их научимся пособирать, а потом, может быть, подтянем к этому уровню российский автопром. В прошлом году, 31 декабря, закончилось льготное автокредитование. Как раз за счет него получалось так, что приобретать отечественные автомобили или собранные здесь выгоднее. Вот как вы считаете, Дворкович, вице-премьер, заявил о том, что мы посмотрим, какая будет ситуация, и, если что, продолжим систему льготного автокредитования. Вот это надо нашему бизнесу или нет? Вот с точки зрения побыстрее израсходовать все бюджетные деньги и начать реформы, я за всякие льготные автокредиты. Но на самом деле есть такое понятие, если вы делаете непрофессиональную помощь кому-либо оказываете, то вы развращаете и коррумпируете этим людей. Вы можете так помогать, что люди перестают работать. Как мы помогаем Кавказу? Там просто перестали собирать налоги. 70% экономики в тени. А Москва поможет. Это только вред. Если помогать с умом, сказав так, вот вы сами заработаете столько, вот мы половину дадим, или еще более сложные формы есть, тогда это начинает работать. Но это требует постоянного такого же профессионального сопровождения помощи. Льготное автокредитование в принципе позволяло датировать ставку по кредиту на определенную сумму. В процентах 4-5 мы датировали на автомашины определенной стоимости, в общем низкой. Это явно было рассчитано на наш автоваз, на поддержку. Мы автовазу уже оказывали поддержки в процессе кризиса до 75 миллиардов рублей. Вы знаете, на эти деньги на Западе можно построить 6 автозаводов такого масштаба. И это все уходило на оплату вот этого слабого менеджмента. В той или иной форме для автоторгующих компаний это конечно хорошо, для рынка это хорошо, но в долгосрочном плане это все-таки коррумпирующая вещь. Она создает много распределительных функций, хотя небольшие суммы, порядка 12-15 миллиардов потраченные, но сама по себе вообще форма льгот разных, она очень развращающая. Я всегда противник их. Они нужны только лишь в очень-очень профессиональном и очень-очень небольшом объеме. Главное спортивное событие этого года – Олимпиада в Сочи. Она может серьезно повлиять в целом на развитие экономики в этом году. Как вы оцениваете вот этот Олимпийский проект как бизнес-проект? Бизнес-проект, должны этим были заниматься бизнес-люди. Этим занимались люди, вы знаете, все-таки из нашего силового блока во главе с президентом в основном. И там заставили госкорпорации или олигархов послушных вкладывать деньги, ну как гарантию им дали гарантию ВЭБа. И скорее всего ВЭБ будет оплачивать все эти бизнес-игрушки. Что будет потом? Сочи – не такой большой город, чтобы мог использовать вот эти все сооружения прибыльно. Гостиницы, возможно, будут окупаться. Спортивные сооружения, скорее всего, нет. Это опыт всех предыдущих Олимпийских строек. Чем более масштабно, чем более помпезно, тем менее рентабельно все это было. Поэтому здесь я не вижу никакого бизнес-эффекта. Скорее всего, будут потери. Видимо, это будут с точки зрения экономической очень большие потери. Масштаб их сейчас трудно оценить. Это, скорее, имиджевый проект. Проект для той части населения, которая готова видеть в красивых событиях какой-либо для себя отдушину. От того, что, в общем-то, жизнь не становится так сильно лучше. Мы, вы знаете, готовы часто терпеть лишения, страдания, но выглядеть на международном уровне очень солидно. Это связано тоже со старой такой нашей, может быть, привычкой или ментальностью. Ведь нам важно, что у нас страна очень большая. Мы можем грозить кому-то, там, оружием. А то, что у нас полицейский может тут людей избивать или убивать или насиловать бутылкой. Ну, это издержки. Мы над этим как-то потерпим, но надо работать. То есть, вот на Западе люди никогда это не променяют. Они скажут, зачем нам такая мощь, когда мы, оказывается, рабы у себя тут в деревне, или в поселке, или в своем околотке полицейском. Нет, на это не пойдут. Это все-таки наследие такого немножко рабского сознания, что вот все государство, а человек – ничто. Сейчас проходит очередной экономический форум в Давосе, участники которого настроены уже с оптимизмом и говорят, что мы из кризиса выходим. Но вот в России, к сожалению, пока перспективы не очень радужные. Минэкономики снизил прогноз роста ВВП до 3,7%. МВФ снизил нам такой же прогноз до 2%. Так что перспективы не очень радужные. Но, может быть, и не стоит говорить вообще о каком-то росте, там, 2%, 4%. Может быть, это не так важно, как реформирование институции в нашей стране. Прогноз, его серьезность можно видеть хотя бы по работе и оценке Минэкономики в прошлом году. Он их понижал каждый квартал. И, собственно говоря, это может произойти и дальше. Почему такой прогноз? Почему понижение? Потому что это результат низких инвестиций в этом году. Большого оттока капитала. Вот посмотрите на работу в силу правительства. Вот прекрасные ребята. Очень профессиональные. Один, что второй, что третий. А экономика падает. Это означает, что в целом при лидерстве вот такого уровня, не бизнес-уровня, а скорее такого силового, офицерского порядок, чтобы был, бизнес-это, знаете, всегда немножко хаос. А если приходят к власти люди из караульного помещения, они требуют всегда... Здесь вот должны быть закрыты двери покрашены, бордюры и так далее. Ну, может быть, не хаос, а свобода лучше. Немножко даже хаос. Бизнес, он требует вот этой вот... Здесь вопрос, знаете, никогда не нужно до последней там пуговицы все вот это вот начищать, отдать возможность ему жить и пробовать что-то новое. Ничего страшного, не надо этого бояться. Люди с идеологией такой, не пущать там и тащить, это, конечно, не понимают. И если мы им доверяем управление государством, то рядом даже либеральный блок правительства будет постоянно-постоянно тормозить. Несмотря на то, что он принимает все, в общем-то, разумные решения. Но в целом, вот с такими силовиками, которые все больше имеют приоритет, что обсуждается закон у нас в Думе, я не вижу никакой возможности, чтобы мы росли. Сегодня Америка, естественно, по инновациям нашла себе возможность добывать газ, нефть более дешевый. Начинает сама себя содержать как энергодержава. Соответственно, понизились стоимости электроэнергии уже дешевле, чем в Москве мы подключаемся. Соответственно, там при этом институты более рыночные, инфляции меньше. Конечно, бизнес начинает возвращаться из Китая туда. Россия в этот момент продолжает тормозить. И будет тормозить дальше, пока, видимо, не будет сильного экономического краха. Только тогда вот та часть населения, которая является поддерживающей вот этого тормоза, обратить на это внимание. То, что я сейчас говорю, невозможно убедить людей. И, послушайте, бизнес это, только это вообще производит прибавочный продукт. Только это производит что-то. Его надо холить, лелеять, ему надо давать возможность что угодно делать, лишь бы он работал. Сейчас, например, премьер-министр, человек, в общем-то, у нас молодой, из поколения такого более понимающего, я бы сказал, предлагает сейчас, как меру улучшающую, вот мы заморозили тарифы, нам удалось заморозить тарифы наших монополий. И он это выдает как огромное достижение. И дальше говорит, чтобы дальше эти монополии, это что-то там могли делать. Мы сейчас призовем общественные организации, сделаем такой общественный совет. Вот столько будет бюрократической суеты, вместо того, чтобы посмотреть, как вообще в мире, там давно просто нет монополий таких. А вот здесь будет, как их ограничить. Я очень много видел. Всем миром, причем на лице. Всем миром, да. Я очень много видел, как их ограничивает. Это невозможно сделать. Невозможно залезть в каждый их вот этот вот отчетный бухгалтерский документ. Они всегда вам объяснят, почему они должны поднять цену. Если брать сравнительно с развивающими странами, Россия имеет очень образованное население, очень такое, ну, европейское население. Но оно не бизнес населения, оно никогда само не занималось. Не было этих 70% людей, не выросли в своем маленьком горном отельчике, где дочка видела, как мама и налоги платит, как и с клиентами себя ведет, и помогает ей там в ресторане при отеле разносить еду. Нет этого. И поэтому мы с вами имеем то, что имеем. Ну, я уверен, это можно преодолеть, но чуть позже. Нам понадобится время. Действительно, по сравнению со многими развивающимися странами, Россия имеет серьезные конкурентные преимущества. Это и огромная сырьевая база, и образованное население, а значит высокий уровень квалификации работников. Но чтобы реализовать эти преимущества, при нынешнем отношении к бизнесу потребуется очень много времени. А в ближайшей перспективе задача, поставленная президентом в рейтинге Всемирного банка подняться на 20-ю строку, вряд ли будет выполнена. Не знаю, какими аргументами руководствовался Владимир Владимирович, но для моих сомнений есть серьезные основания. Сегодня рост ВВП измеряется одним-двумя процентами. Многие эксперты вообще говорят о стагнации нашей экономики. Рубль за последние месяцы обесценивался более чем на 10%. Приток инвестиций сокращается. Это при том, что США и Европейский Союз выходят из кризиса, и их экономическое положение существенно улучшается. Чтобы идти в ногу со временем, России необходимы институциональные реформы, преобразование государственного управления, финансовые системы, прав собственности, социальные инфраструктуры. Без этих реформ бороться за рост экономики все равно, чтобы пить боржоми при циррозе печени. На этом все. До встречи в программе «Диалог» на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова